Российская армейская авиация в Сирии наносит удар за ударом. За сутки летчики совершили почти 40 боевых вылетов. Уничтожен 51 объект террористов, в том числе несколько командных пунктов, еще склады с вооружением и боеприпасами, а также 32 полевых лагеря. Экстремисты лишились и пары хорошо укрепленных подземных бункеров. В той местности, что находится под контролем бандформирований, их немало. Эти сооружения активно используются для введения подрывной деятельности. В провинции Хомс, на окраине населенного пункта Тельбиса, бомбардировщиками Су-34 уничтожен подземное инфрационное сооружение террористической группировки ИГИЛ. Данный объект имел развернутую сеть подземных ходов, которые позволяли боевикам скрытно появляться в разных районах города и вести маневренную оборону против сирийских правительственных войск. В одном из бункеров был оборудован целый арсенал с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами, предназначенными для проведения терактов и диверсий. Кроме того, здесь же располагался мини-завод по изготовлению самодельных, неуправляемых ракетных снарядов. По данным российского военного ведомства, в двух других провинциях Сирии, ИДЛИП и ХАМА, боевики под страхом расстрела семей проводят принудительную мобилизацию, забирают все мужское население, начиная с 14 лет. Кроме того, согласно радиоперехватам, нарастают противоречия между различными террористическими группировками. Это вызвано борьбой за контроль над территориями и денежными потоками. Между тем, глава администрации президента России Сергей Иванов рассказал, как шла подготовка к операции наших воздушно-космических сил. Как следует из интервью агентства ТАСС, решение о ее начале было принято, когда ситуация в Сирии, цитата, стала нетерпимой. При этом все действия предварительно тщательно просчитывались, обдумывались и согласовывались с верховным главнокомандующим. Финальная стадия обсуждения состоялась на заседании САВБЕЗа поздно вечером 29 сентября. Россия вынуждена была вмешаться в сирийский конфликт. Как вы очевидно слышали, в рядах ИГИЛ воюют тысячи выходцев из России и стран СНГ. Прикажете ждать, пока они там потренируются и спокойненько вернутся домой? Сейчас толпы беженцев с Ближнего Востока устремились в страны Южной Европы в надежде транзитом перекочевать в Западную. Вы что думаете, среди них нет так называемых слиперов, спящих агентов и террористов, которые отправляются в старый свет, чтобы где-нибудь неприметно устроиться, затаиться и ждать? В назначенный час они выйдут из тени и сыграют хорошо им знакомую роль. Например, того же смертника Шахида, гибнущего за веру и старающегося прихватить с собой на тот свет побольше народа.